Местные жители, специалистов профильных подразделений администрации города Рязани и представителей других органов власти вопросами не щадили. Обсудили всё от наличия в каретах скорой помощи необходимых медикаментов до качества дорог. Куда же без них? Присутствующий на встрече депутат Рязанской областной думы Андрей Глазунов заверил, каждая проблема дойдёт до главы города и будет взята на карандаш. Я думаю, что руководству вы доложите, во-первых, что за дорога здесь всё-таки. Потому что, когда в предыдущий раз мы проезжали здесь, ямочный ремонт начали делать, а потом деньги закончились вот у нас между посёлком Качёво и посёлком Мордасово. И там просто защебенили, которая щебёнка сейчас вся вылетела, а те заплатки уже тоже развалились. Ды-то мы, жители, делаем. Кажется, местные жители, пользуясь случаем, решили сразу расставить все точки на ды. Почему, например, сосед платит за свой участок меньше? В кадастровом учёте земельных участков и начислении налоговых платежей не каждый специалист разберётся, что взять со стариков. Специально обученные люди приезжают, составляют отчёт, осматривают территорию, могут без выезда на место, и пишут, что, допустим, эта земля должна стоить здесь вот столько, за квадратный метр. И поэтому, получается, если вы попадаете над границей между кварталами, кварталами, как всё время, кстати, кино было, он, помните, определял, то ли он во Франции родился, то ли он в Италии. И вот он, в зависимости от марочного вина, там, какого года выпуска, то туда, то сюда попадал. Вот так и здесь. У тебя сосед может попасть в один кадастр и квартал, и в другой. У него удельный показатель, условно, 300 рублей за квадратный метр, у тебя будет 450. Пока взрослые знакомились со своими участковыми и получали индивидуальные консультации, малыши развелись на новенькой детской площадке. Участники конкурсов даже получили сладкие призы. Следующий наш шаг – это футбольное поле. Снова возродим, оно раньше здесь было, поэтому надо поставить ворота. Этим вопросом мы уже тоже занимаемся. Поставим двое ворот для того, чтобы ребята в летний период бегали здесь, играли в футбол. А чтобы, так сказать, закрепить взаимопонимание между народом и представителями власти, в конце встречи состоялся концерт с участием песенного ансамбля «Раздолье» и юной жительницы поселка Мордасова Ульяна Витренко. Продолжение следует...